День науки отмечают сегодня по всей стране. В научной библиотеке Новосибирска в честь праздника по традиции устроили ярмарку для школьников. Какие ставили опыты и в чем соревновались будущие ученые, узнала Екатерина Макаркина. 8 февраля день российской науки и пока большие ученые обсуждают большие проекты, у юных дарований есть возможность с наукой познакомиться. Например, увидеть в действии законы химии и прикоснуться к ним своими руками. Дни науки – это тот повод, когда школьник впервые может посмотреть, что такое химия, что такое физика, как люди инновациями занимаются, поговорить, пообщаться с теми людьми, которые могут напрямую объяснить им, ответить на их вопросы и заинтересовать, вовлечь. Все происходит в научной библиотеке. Обычно здесь стоит тишина, но сегодня довольно шумно. На каждом шагу опыты, взрывы и удивленные возгласы. Телекинез – перемещение предметов с силой мысли. У меня таких способностей, конечно, нет. Поток воздуха, обволакивая шар, создает область пониженного давления над ним и повышенного по сторонам. Никакой магии. Несмотря на ажиотаж вокруг научных аттракционов, школьники здесь не только развлекаются. Проходит чемпионат по созданию машин Голдберга. На сборку устройства у команд уходит целый день. Задача механизма – выполнить максимально простое действие с самым замысловатым способом. Начинается все с действия качения шарика от сода. Он падает на тарелку, на данный момент по тарелке крутится, потом попадает в трубу. Разумеется, в современном мире без робототехники уже нельзя ступить и шагу. И школьники представляют свои проекты. Вот, например, умная лента для доставки посылок. Допустим, посылка – это вот этот кубик. На первом участке его сканируют, и мы узнаем, что находится в посылке. То есть, допустим, если это стекло, то более плотно мы упакуем его на втором участке. Главное – все делать самому. И после такого опыта любой из участников сможет сказать с уверенностью – наука – это не только скучные формулы. Наука – это всегда приключение. Екатерина Макаркина, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.